всем доброго раннего утра и так друзья мои я дарила вам огромное количество оберегов заговоров которые помогут и помогают вам вашим детям близким родным где бы они ни находились хочу вам подарить еще один заговор если помните я вам рассказывала про дух духа дорог и дарила вам заговоры для тех кто в море для тех кто оберег кто летает дух сопровождающий для тех кто в дороге все время и оберег для водителей вот хочу вам подарить еще один заговор который вы можете читать для себя и для своих близких и еще раз объясняю есть заговоры можно который можно читать для близких но не чистки чистки близким делать нельзя за них можно попросить можно попросить чтобы им дали благополучие что бы защитили духи но чистки и денежные заговоры то есть заговоры которым они должны призывать деньги в свою жизнь человек может делать только сам поэтому вот где можно читать я вам объясняю говорю и дарю такую работу которую можно применить не только для себя но и для близких вот предположим у вас муж работает или он дальнобойщик или возит товары там сейчас грузоперевозках там многие зарабатывают и вы переживаете за него или сын или просто он едет на работу приезжает вот что-то неспокойно есть много заговоров которые можно начитать им в дорогу но еще один это обращение к духу дорог вот вслед читайте или уже поехал вы переживать за него просто читайте но эффективнее сильнее будет срабатывать если вы выйдете на дорогу но то открытие ворота если вы частный дом глядя на дорогу будете читать или с окна например если у вас квартира вот откройте окно и глядя на дорогу неважно тротуар это или что читаете глядя на дорогу обращайтесь к духу дорог если вот например много раз начитали вот месяц он работает разъезжает у него все хорошо безопасно нормально он едет значит оставляйте откуп духу дорог монету столько сколько лет человеку для которого читать или столько лет сколько лет вам если нет денежного эквивалента то есть монет нету есть страны то маленькие камушки полудрагоценные их называют когда-то они были драгоценны сейчас они полудрагоценны поскольку их больше чем раньше было придет время их опять меньше станет и они опять будут называться драгоценными камнями ну то есть вот эти камушки которые продают столько же сколько лет вам оставляете и в маленькой емкости молоко миску какой-нибудь что-нибудь то в чем вы оставите это молоко лучше конечно не пластмассу потому что она разлагается долго но может для этого случая купите маленький бокал такой и нальете молока и поставите возле дорог не важно кто собаки кошки это выпьет это не неважно оставляйте возле дорог любой дороги благодарность духу дорог вот так наливать это молоко ставите рядом посыпали либо положили монеты сказали благодарю тебя дух дорог за защиту меня или там того человека для которую прочитали и уходите без оглядки временами время от времени откупаетесь если например вот случилось нечто такое например я вам расскажу такой случай примерно такой заговор я давала женщине они с мужем и ребенком ехали вдруг машина заглохла то есть остановилась он вышел нет вроде причин никаких разозлился разнервничался начал набирать этот эвакуатор уже думал как семью домой отправить потом следом ехать и вдруг машина завелась они поехали когда они проезжали увидели что была крупная авария очень страшная там много погибших это по моему става ставропольский край что ли даже показывали по новостям она говорил вот это авария там грузовик грузовик или там фура до фура отказали тормоза и он просто вот помял вот всех с дороги скинул там через мост одним словом страшное дело вообще там человек 20 почти погибли это было где-то четыре года назад вот начитанные заговоры просто просто остановили если бы они там оказались они наверняка наверняка не остались бы живы потому что они должны были по этому отрезку дороги проехаться и как раз вот они в это время и успели бы когда это фура проезжала фура сама загорелась и водитель тоже не выжил к сожалению то есть вот такая вот страшная история но этот дух дорог то есть вот то что они начитали он остановил их не дал дальше проехать был другой случай написала наша зрительница тоже под роликом что их просто знаете как там развезло просто по дороге и скользкая дорога и они прям вот летели чуть ли не по под большой груз и в этот момент она крикнула черед помоги и смогла вырулить в сторону и очень очень просто великим чудом остались в живых и когда там гаи приезжала все такое они были удивлены что вот вот такое вот и они живы без какой-то царапины и даже машина не коснулась просто как будто какая-то сила сила откинула их там на обочину не спаслись так что не важно вот вы вам не надо думать а как это произойдет а разве это возможно вы просите они найдут возможность вам дать то что вы хотите защиту трудную минуту и прочее вообще за руль садитесь или садитесь в машину вы всегда говорите живые сели сели живые выйдем живая села живая выйду храни меня боги или там просто живая села живая выйду всегда начитывать эти обереги чтобы духи были всегда на чеку они вас спасут конечно если раз в месяц это делаете ну лучше перед дорогой когда вы собираетесь куда-то всегда начитывать обереги всегда дать понять этим силам что вам нужна их защита и они всегда будут на чеку перед вами кубанский казак такой красавец ну как бы символ дороги символ всадника человека который в дороге человека который нуждается такой же защите потому как он путешествует да на лошади на коне но все равно он уже в дороге находится и вот нужно читать следующее значит читать нужно шесть раз глядя на дорогу садитесь в машину можете читать для себя спокойно шесть раз пока вот муж там греет машину чтобы завести уже едете почти вы спокойно читаете проезжая сидя в машине можете вы сами если вам нужно далеко ехать и вы сами можете начитать этот заговор понимаете как дорога это есть такое выражение кого дорога забрала обратно не возвращает вообще дорога считалась самым опасным местом в жизни не в мире потому что издревле где стояли разбойники в дороге как там работники ножа и топора то есть обитатели дорог возле леса грабеж вспомните нашу трассу Е-95 Москва-Питер это самое опасное сколько там народу исчезло дальнобойщиков да и сейчас это есть не в том масштабе как в 90-е но есть в любом случае и дорога во-первых опасна потому что там постоянная ну езда машины поток кому-то плохо становится за рулем всякое бывает у кого-то тормоза отказали не может остановиться все что угодно какие-нибудь полуумные бабульки которые прям вот выскакивают аж под колеса понимаете они прям ждут как только двигаются машины тут же им приспичило перейти дорогу это тоже с этим жить даже если тысячи раз себя оправдают в любом случае с этим жить очень тяжело согласитесь с этим грузом в дороге есть мошенники если вы в поезде едете не обязательно в машине в поезде есть мошенники воры рецидивисты убийцы кого только нет и они чаще всего находятся в дороге потому что там ну как бы они свое черное дело делают вышли из поезда исчезли там меньше кто обращает внимание люди друг другу незнакомые да и сейчас повсеместно вот это равнодушие безразличие к человеку который рядом понимаете не гарантия что тебя защитят и спасут и помогут от таких людей и поэтому надейтесь на богов на силы на духов больше чем на людей и перед дальней дорогой да и перед маленькой дорогой если у вас есть переживания всегда начитывайте вот я вам скажу по своему примеру даже если он куда-то едет я вот полусонная просыпаюсь там он там сказал все я поехал и я в полудреме понимаю что он уже уезжает куда-то или не сказал я чувствую что он там вывел всех погуляли вообще это очень большая подмога если честно когда всех выводят все гуляют все сытые все радостные и уже я могу себе позволить чуть больше поспать я когда понимаю что он завел машину я в полусонном состоянии у меня уже на вот автоматически начитываю ему в дорогу то есть я хочу вам сказать что может кому-то кажется что раз я занимаюсь магией пол жизни да действительно 40 лет из них 20 с чем-то я занимаюсь магией ну значит мне как-то вот на автомате нет друзья мои я очень серьезно к этому отношусь это часть моей жизни это мое мое все и я очень очень трепетно к этому отношусь я понимаю что даже мне могут не помочь если я забуду им это напомнить и прочитать и просить заговор следующий дух дорог прошу тебя и заклинаю охраняй меня в пути береги меня и спасай от зверя лютого от вора и убийцы от смерти ранней от катастроф от болезни в дороге от аварии и всякой беды сбереги сбереги сохраняй и живой домой возвращай ключ замок язык заклята если например ваша семья едет то говорите мою семью сбереги и называйте имена дух дорог прошу тебя и заклинаю охраняй меня в пути береги меня и спасай от зверя лютого от вора и убийцы от смерти ранней от катастрофы от болезни в дороге от аварии и всякой беды сбереги сохраняй и живой домой возвращай ключ замок язык заклята себе перепишите и читайте все время и ваша дорога будет безопасной и спокойной даже если там будут случаться всякие катастрофы аварии все что угодно вы живые здоровые поедете доберетесь до места назначения и обратно вернетесь ну естественно если вы поехали в гости прочитали здесь и поехали когда обратно возвращаете точно так же читайте и возвращайтесь домой назад всем успеха берегите себя и не забывайте обращаться к силам мироздания потому что они сами в нашу жизнь не вмешиваются пока мы не попросим удачи и всех благ пирог после кинф кинф удачи